Впереди битва за урожай, а пока аграрии борются за медали. В республике стартовали летние сельские спортивные игры. Подробности у Дмитрия Ковалева. Когда лезвия начищены до блеска, в битву за медали вступают косари. В этом виде спорта немало нюансов. Чтобы выбиться в лидеры, необходимо сдать качественную работу. Скошенная трава не должна быть выше 5 сантиметров. За халтуру судьи начисляют штрафные баллы. И еще одно критерие, это конечно пучки. Если вот такие пучки остаются, за это тоже штрафные баллы. Алло? Скорость здесь вообще не должна быть? Ну, время, конечно, тоже учитывается. То есть, когда ты скосил участок, время. И плюс к времени дополняются еще вот эти штрафные баллы. У каждого участника свой подход. Кто-то старается не тратить силы, делая ставку на качество. Кто-то пытается показать лучшее время. Один из фаворитов игры Александр Политов, действующий чемпион всероссийского турнира косарей. Говорит, что побеждать помогает постоянная практика козьбы на поле. Всю жизнь в деревне. Каждый год косим. Сейчас в основном на мотоблоке косим, конечно. Но бывает и ручную косу на руки уберем. Ручной труд, конечно, не заменить. Здесь сила и выносливость. Визитический труд. В программе летних сельских игр 16 видов спорта. За звание чемпионов здесь борются и механизаторы. Участникам было необходимо проехать с грузом змейку и поставить его точно в цель. Задачей для ювелиров справилась и Алена Никитина. Девушке всего-то 20 лет, а она уже управляет трактором и грузовыми автомобилями. И делает это не хуже водителей с большим стажем. Даже самое странное, села за трактор, решила прокатиться, до сих пор катаюсь. У меня всегда все быстро получалось. И машина легковая тоже быстро научилась. И грузовая, а потом вот и трактор. Летние сельские спортивные игры в Чувашии проводят в 19-й раз. В этом году было подано более 700 заявок на участие. Понятно, не каждый селянин может профессионально заниматься спортом, хотя условия во всех районах созданы. А так побороться, помериться силами между собой, между работниками сельского хозяйства, между районами, среди спортивных семей сельских, конечно, это идеальное условие. Дать старт играм приехал и глава региона. Соревнования продлятся два дня. В итоге будет сформирована команда республики, которая отправится на всероссийский этап. Все муниципальные сельские районы приезжают для того, чтобы показать свое мастерство, свою готовность, свое мужество и свою смелость и волю к победе. На самом деле выигрывают всегда те районы, которые не только от случая к случаю занимаются спортом, а вообще занимаются на системной основе. В Валиковском районе за медали борются муниципальные служащие. Среди них определяют лучших волейболистов, гиревиков и даже пловцов. Эти соревнования дают вам прежде всего понять друг друга получше. Соответственно, одно дело там бюрократия, бумаги, там другие эмоции. А здесь намного больше позитива, намного больше положительных эмоций, амбиций. Сегодня стало известно имя лучшего главы Косаря. Им стал руководитель Яльчикского района. Михаил Игнатьев вручил награды за добросовестную службу. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.